Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Сегодня будет интересно и увлекательно. Напоминаю, номер нашего телефона 211-101. Много будет интересных вопросов, отвечая на которые, вы сможете получить замечательные призы. Меня зовут Владимир Сметанин. И по традиции я в качестве ведущего не один в нашей студии. Сегодня введем открывашку. Ну, во-первых, мы вместе с Мишей Голиковым. Миша, привет. Привет. Ульяна Панкратова. Здравствуйте. Ульяна, доброе утро. Как настроение? Отлично. Отлично. Замечательно. У Феди Рычковой, я думаю, что тоже все хорошо. Федя, привет. Привет. Доброе утро всем. Привет. Середина сентября. В учебный процесс уже вы погрузились, окунулись полностью. Ну, не совсем. Я болел всю неделю. Ты болел всю неделю. Я первый день всю раз ходил. Что, ОРЗ какой-то или что? Температура там, сопли, кашель. Вся эта вот ерунда. Давайте пожалеем не болеть, да, всем. И взрослым, и детям. Погода, вон, смотрите, какая замечательная стоит. Не хочется находиться где-то в замкнутом пространстве, а хочется именно на свежем воздухе. Так что всем еще раз доброе утро. Я перед передачей посмотрел. Вы знаете, сегодня много интересных, известных людей отмечают свой день рождения. Вот, например, 62 года, сегодня Дэвиду Копперфельду. Помните, кто это такой? Дэвид Копперфельду, что вы? Фуксник знаменитый. Знаменитый иллюзионист американский, один из самых известных. Да-да-да, я помню, была программа с Фуксником Киевом. Благодарственного университета. Доброе утро, Марина. Здравствуйте. Да, вы-то все уже в учебе, все полностью студенты и так далее. По уши. Да. И Александр Ижаниденко сегодня тоже с нами. Александр, доброе утро. Ну что, начался учебный год. Пора уже освещать в открывашке те темы, которые в дальнейшем ребятам, возможно, помогут, как это принято говорить, усваивать лучший учебный материал. У нас, в частности, сегодня физика будет. И мы в очередной раз будем познавать сегодня тайны электричества. Все-таки выдохнули микрофон физика. Да, неоднократно уже мы про электричество говорили в нашей программе «Открывашка». И не поговорили, в частности, подробно не остановились на таком понятии, как статическое электричество. Да, вот сегодня мы постепенно к этому придем и тоже будем демонстрировать, как же оно у нас проявляет себя. Поговорим, зачем нужно, чем полезно, как бороться. Давайте наших ведущих спросим, что такое статическое электричество, кто как понимает для себя. Федь, что такое статическое? Статическое электричество, это когда, ну, мне кажется, когда, допустим, при трении каких-то предметов вырабатывается электричество, ток. Ну смотри, ну что такое понятие? Вот статическое. Статическое. То есть это что-то находится не в движении, да, получается. Вот есть какой-то предмет, ну я простым языком представительский язык, он обладает каким-то зарядом. Да. То есть, допустим, когда янтарь натираешь об какую-нибудь шубу, он тоже... Янтарь об шубу надо попробовать. Где взять янтарь? Шуба-то есть, да. Так, а ты, Ульяна, как понимаешь, что такое статическое электричество? Ну, Федя уже сказал, это как раз трение, когда какие-то либо предметы, то есть, например, когда есть такой, ну как фокус, когда шариком трут об волосы, получается трение, волосы электролизуются, и они поднимаются. То есть статическое электричество, оно вырабатывается. Так, Миша, а у тебя какой-нибудь пример статического электричества есть? Из быта. Из быта. Потереть свитер об ковер. Свитер об ковер потереть? У вас какие-то сегодня мысли, янтарь об шубу, свитер об ковер? Чтобы не получить, не обязательно там что-то треть или там с собой об ковер треться, да, достаточно просто снять с себя, если снимаешь одежду синтетическую в частности, то уже чувствуешь на себя. Если сделать это в темноте, то понятно, что будет, да? Щелчки и искры, да. Хорошо, в общем, вы сегодня в теме, хотя бы так первоначально будем погружаться, но перед этим, наверное, хотелось бы обратиться к предыдущим программам «Откривашка» и напомнить вот как-то в историческом аспекте, что мы там обсуждали, и вот чуть позже уже придем к этому самому статическому электричеству. Марина. Так, значит, в первой серии, так скажем, в прошлой программе, в первой серии нашего учения о статическом электричестве мы выяснили, что первые люди, которых называли электриками, были на самом деле просто фокусники, ну, фактически, как мы сейчас, то есть люди, которые приходили и развлекали всех электрическими опытами, значит, что-то где-то светилось, откуда-то сыпались искры и так далее, то есть вот они были электрики, вот. Значит, и как раз-таки первые люди, которые были заинтересованы, они были далеко от учений, далеко от физики, скажем, красилищик тканей. То есть вот он обнаружил, что ткани электризуются, как раз-таки вот о чем мы сейчас говорили, да, вот, и, значит, обнаружил разные свойства разных тканей, так что-то электризуется сильнее, что-то меньше. Вот он тоже стал опытом, в прошлой передаче я показывала опыты, когда пропускал через себя электрический ток, и между рукой и, значит, столом прыгала фольга. Вот, они делали на золотой фольге, мы выяснили, что вообще все раньше было на золоте, и все-все. Ну, про красильщика тут надо напомнить, почему, собственно, краска ложится лучше, да, если определенный потенциал у материала, да? Да, ну это тоже, да. Она становится тоньше, если не ошибаюсь. Ну, вот он-то не свойство, так скажем, краски, а свойство материалов притягиваться друг к другу. То есть когда вот происходило трение, да, между вещными материалами. Да, 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 плюс к минусу. Вот, плюс-минус открыл тоже нефизик, вот, плюс-минус открыл Бенджамин Франклин, это был экономист, это был не президент, об этом мы тоже разговаривали в прошлой передаче. Полный тезка. Да, полный тезка, значит, и он, да, на уровне бухгалтерии вот это все объяснял, что есть положительный баланс, отрицательный баланс, а в сумме ноль получается. Очень интересно. Значит, и эти эффекты были все интересны, и очень долгое время непонятно было, откуда это все берется, и можно ли как-то это сохранить, то есть законсервировать в банку, так скажем. Вот, и, а можно сразу, давайте вопрос зададим. Нашим слушателям? Да, да, слушателям. Да, давайте. 211-101, внимание, ребят, сейчас вопрос прозвучит. Вот, вопрос, об этом в прошлой передаче косвенно речь шла, но мы не дошли до этого момента. Значит, вот как раз-таки касаясь истории, как звали ученого, который первый поместил в банку электричество. Электрический заряд. И можно сказать, где произошло это все. Нет, ну давайте сосредоточимся все-таки на имени, да, в первую очередь. Да там сразу. Если познание шире у нашего слушателя, который дозвонится по номеру 211-101, пусть он расскажет, конечно. Теперь закономерно озвучить призы, да, все призы сегодня у нас в руках Ульяны, и список у нее имеется. Так что, пожалуйста, внимание, мы сейчас все расскажем. Книги. Энциклопедия животных для читателей любого возраста. Энциклопедия Древний Рим для ребят от 6 лет. Яков Перельман, занимательная физика для ребят от 12 лет. Сью Бентли, волшебный щенок или чудеса с превращением для читателей от 6 лет. Жюль Верн, 20 тысяч Илье под водой, 12+. Мария Евсеева, профиль без фото, 12+. Набор открыток, шедевры живописи 19-го, начала 20-х веков. И приглашение. Приглашение на двоих в выставочный зал Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых. Дорога домой, 0+. Приглашение на двоих в кинотеатр «Смена» и приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки». Так, Миша, пожалуйста, принимай звонок, у нас уже есть. Привет. Привет. Как тебя зовут? Аня. Сколько тебе лет? Восемь. Где ты учишься? В 11-й школе. Ну, у самой есть какой-то опыт со статическим электричеством, например? Я думала, ты хочешь пройти, дергала тебя током когда-нибудь, да? Ммм. Аня, ты как, с током дружишь? Не очень. Не очень. Слушай. Мало кто дружит. Да, слушай программу «Открывашка», и сейчас, и в прошлое, и в будущем ты получишь много любопытных знаний. Аня, ты первый раз дозвонилась в «Открывашку»? Что-то я не припомню, что именно ты. Твой голос какой-то незнакомый. Нет, я уже звонила. А, уже было дело. Хорошо. Ну, давай, дерзай. Кто первым из ученых поместил, так скажем, электричество в банку? А, Питер ван Мушенбург. Брук. Питер ван Мушенбург. Питер ван Хельсинг. Ну, сложная фамилия, да. Где-то еще там есть Мюсенбург, но это смотря, да, в какой-то раскрытии сочетать. Это дело было в Голландии, в городе Лейдене. Век, наверное, 17-16 где-нибудь, нет? Или похожее? Или похоже. Сейчас, скажем, 1746 год. А, 17-й все-таки уже. Да, 18-й. Хорошо, давайте Аню сейчас спросим, какой приз она желает получить. Аня. Я хочу книжку Перельмана «Физика». Ой, это отличный выбор, молодец. Его отлично. А у тебя с физикой-то как обстоят дела? Тебе нравится? Я ничего не изучала ее. Вот почитать книжку и понравится все. Я имею в виду всевозможные физические явления. Изучать, наблюдать, в том числе с электричеством. Опыты какие-то проводить. Это твое? Ну, не совсем. Ну, не совсем. Пока смотреть. Ну, ладно, хорошо. Поздравляем тебя. Не клади, пожалуйста, трубку. Наш редактор тебе объяснит, как получить приз. Так, продолжаем. Вот. И, соответственно, вот эта банка названа не по фамилии, а в честь города, где это было открытие совершено. Город Лейден. Вот она называется Лейденская банка. У меня есть модель Лейденской банки. Вот. То есть, такой стеклянный сосуд, в котором, значит, вот он налил жидкость в этот сосуд, вот, поместил туда электрод и, значит, электрод подключил к электростатической машине. Ну, электрод вот это вот, стержень вот этот, да? Да, 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 стержень, вот этот металлический. Да. И, значит, поставил, чтобы электричество никуда не делось, на подставку. То есть, изолировал. Изолировал, да. Проводя эксперименты, он не обнаружил никакого электричества. Заряд производил тоже электростатическая машина, не такой, как у нас, тогда была другая машина. Вот, естественно, тут все уже модернизировано. И один, в один из проэкспериментов он забыл поставить на подставку, держал в руке. Вот. И потом, когда он случайно прикоснулся, значит, вот к этому электроду, его очень сильно щелкнуло, очень-очень сильно, так, что он больше не стал пройти эксперименты и, значит, писал там в своих дневниках и мемуарах, что вот я остался жив и никому не советую больше пройти такие эксперименты. То есть, он даже не понял, что произошло и не объяснил. И описать даже слов у него не было, да? Да, да, да. Полетия же электричества еще не было. Да. Да, электроэнергии и так далее. Вот такая банка, мы не будем повторять этот эксперимент сейчас. А еще раз напомню, что нужно сделать, чтобы дернуло только он-то? Нужно просто вот здесь заряжать, а здесь держать в руке. А. То есть, получается, возникает транспотенциалов между рукой и вот этим проводником, вот, а заряд достаточно большой накапливается, потому что мы-то берем заряд из земли. А заряд от машины компенсируется, и поэтому натекает все больше и больше и больше и больше. И Александр Ирнеденко так банку под грехом подальше банку убрал, поставил. Убрал подальше. Да, хорошо. Давайте еще один вопрос зададим нашим слушателям. 211-101. Так, хорошо, начали. Так, Миш, ты вопрос задашь. Как избавиться от статического электричества в быту? Не используя антистатиков. Любой способ. Мы об этом поподробнее поговорим немножко так? Поговорим. Поговорим, да? А можно еще тогда вопрос гостям задать? К гостям, пожалуйста, конечно. Вы же ведущий. Мы сегодня будем делать некоторые опыты. Какой самый масштабный опыт делали вы в своей жизни? Касаемо электричества. Да. Значит, вот сейчас продолжение Лейденской банки. Было ли у вас что-то такое, чем занимается Куперфильд, который сегодня? Значит, мы занимаемся, ну, не совсем Куперфильд. Вот я сначала чуть-чуть вот несколько слов скажу вот об историческом моменте, который в какой-то степени вот мы как раз-таки и повторяем время от времени. Значит, после изобретения Лейденской банки некоторые ученые, значит, они заинтересовались. То есть Мушенбрук не смог объяснить, но народ этим прямо стал интересоваться. Как это можно? Во-первых, можно, конечно-таки, развлекать людей. И вот, значит, французский аббат, он, кстати, был физик-экспериментатор, тем не менее, священник. Вот это часто, кстати, встречается в истории. В истории, да, это очень распространено. Вот, и, значит, он мыслил, вот если мы откроем Википедию русскую, там сказано, что он провел такой опыт. На самом деле он его не проводил, если к французским источникам, значит, обращаться, то он просто хотел провести этот опыт. То есть в мыслях у него было собрать 200 монахов, замкнуть их в цепь и пропустить по ним электрический ток. Я знаю об этом. Знаешь, читал, да? Вот, то есть на самом деле это было только... Все живые остались так, забирали вперед. Это было в мыслях. А, в мыслях у него. Хотел, да, то есть сказано, что был такой опыт произведен, а на самом деле его не было. Он рассказал об этом своему другу. Вот, и друг, он был приближенный к свите короля, значит, он тоже, в соответствии после Мушенбрука, мечтал на придворных поставить, то есть там взять нам человек 140, например, и так же тоже замкнуть, поразвлекав короля тем самым. Там было 200 человек. Монахов. Да, монахов, и они с металлическими такими проводами в руках стояли. Да не стояли. Лежали что ли? Нет, ну то, что это, вот я говорю, то, что он мыслил об этом. И несколько исторический факт, он искажен. То есть в разных источниках, по-разному, во французской Википедии, ну, образно говоря, значит, вот ссылаясь на исторические данные, там сказано, что он хоть собирался поставить, но не поставил. То есть он написал вот это все. Я читал, что он хотел добиться этим, что проверить, какая скорость у электричества. Да, 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 что мгновенно распространяется. И так как монахи ойкнули одновременно, то есть им стало больно одновременно, то, значит, распространяется мгновенно. Это вот это уже сейчас, как мы, люди, окончившие школу, можно сказать, что со скоростью света. Нет? Да. Со скоростью света? Ну, не совсем, там, 50 до 90 процентов. Смотря, что мы будем рассматривать. Ну, так я не понял, в итоге был такой опыт-то поставлен? В итоге такого опыта, значит, он опровергнут поставлен. Причем друг-то, вот он тоже мечтал, но и опровергнут, то, что и друг поставил. На самом деле был банальный опыт от этого друга, что он просто взял длинный-длинный проводник, 1850 метров он был длиной, и, значит, с одной стороны подключил, и с другой стороны прибор зарегистрировал практически моментально, зарегистрировал результат. То есть на самом деле было все банальнее, а приукрашено очень здорово все. Так вот, так вот, значит, мы правда... Давайте закончим мысль, у нас уже есть ответ. Не от Лейденской банки, а от электрофорной машины. Просто вот делаем живую цепь, ну, собственно говоря, проводим через себя электричество. Вот. Если в руки взять при этом лампы люминесцентные, то лампы светятся. И люди нормально себя чувствуют? Нормально себя чувствуют. Вот. Попробуешь как-то? А если лампу убрать из руки? Ну, если лампу убрать из руки, то чуть посильнее мы будем чувствовать влияние электрического тока, но тем не менее... Так, любители электричества у нас на телефонной связи. Ульяна, принимай, пожалуйста, звонок. Алло. Здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Аня. Что-то у нас Ани сегодня звонят. Очень приятно. Сколько тебе лет? Мне 12. Ну, ты готова отвечать на вопрос? Можете, пожалуйста, повторить вопрос? Миш, повтори как автору вопроса. Любой способ избавления в быту от электрического электричества не используя антистатиков. Абсолютно любой. Как снять статистический заряд? Предположения, возможно, какие-нибудь. Получить в воде? Все правильно. Правильно, правильно, да. С помощью воды. И еще. Как можно? Ну, самое доступное, самое распространенное. Я, честно, не знаю. Ну, хорошо, это выход достаточно. Это, конечно, да. Молодец. А, погодите, еще. Я бы хотела стряхнуть. 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 Заряд. Заряд, уходи. Не совсем все-таки. Это относительно действенный способ. Ну, насчет воды абсолютно верно. Да. Да. Безусловно. Молодец. Аня, что ты хочешь получить в качестве призы? Я хочу пригласительные билеты в смену. В смену. В смену есть. Отлично. Есть. Есть у нас такие. Да. Желаем тебе отлично провести время в кинотеатре, посмотреть фильм, который очень нравится. Не клади, пожалуйста, трубку. Да. Ну, а между тем, вот у нас уже две слушательницы позвонили, а что-то мальчишки не звонят. 211-101. Считается, что физика как-то больше близка мужчинам. Ну, вот мы сегодня опровергаем. Мальчишки, не спите. Давайте, звоните нам тоже. 211-101. Так, Ульяна. Владимир, у нас две недели назад была программа про бабочек, и вопрос, который мы не успели задать студии, разместили в группе ВКонтакте. В группе программы «Открывашка». Да, «Открывашка» Эх, Москвы, Киров. И у нас ответили на этот вопрос два участника. Это Алина Синкина и Витя Захаров. Убоим по 9 лет. Да. Привет Алине, привет Вите. Наши постоянные друзья, Алина в том числе и ведущая программы «Открывашка», да. И мы выбрали им книги. Алине мы хотим подарить природу в деталях цветы. Это энциклопедия для детей. Очень красивая книга. Очень, да. Мы ее очень любим. Широкоформатная. А Вите Захарову мы хотим подарить насекомые самая первая энциклопедия. Тоже очень интересная. Да, Вите тоже повезло. Тоже очень классная. Очень классная книжка, да. Вот. Они, надеюсь, придут, забрайте. Так, конечно, приду. Такие книжки. Вот. И в группе ВКонтакте у нас еще будут вопросы, поэтому можно там выиграть не только книжки. Пусть ребята подписываются. У нас будут очень интересные вопросы. А мы продолжаем. Сегодня обязательно какой-нибудь вопрос там тоже выложим. Марин, задайте следующий вопрос слушателям нашим. 211-101. Так, вот следующий вопрос я задавала в прошлом эфире, на котором получила ответ. А потом уже посмотрим. Да, 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 посмотрим. Значит, вопрос такой. Если птица сидит на проводе, и по проводу пропустите электрический ток, то птица слетает. То есть с ней ничего не случается, нет, она просто раскрывает крылья и слетает с этого провода. Почему? Почему? Почему птица слетает с провода, если по нему пропустите электрический ток? Ну, такое в реальной этой жизни, наверное, редко бывает, когда вдруг висит провод, и вдруг там электричество пошло. Потому что обычно это электричество по проводу всегда. Уже течет. Да, обычно они на этих, на линиях электропередача сидят сами по себе, когда уже там, да, все под напряжением. Ну, вот такая ситуация. Пожалуйста, пораздумайте. Слово-то какое интересное придумано. Пораздумайте. Пораздумайте. Покумекайте, я хочу сказать. 211-101. Да, давайте что-нибудь уже посмотрим. Значит, вот мы сейчас говорили, как избежать электризации. Электризация, об этом еще подробнее поговорим. Значит, для начала сейчас давайте посмотрим и обсудим, как получить наэлектризованное тело. Давайте. Какие способы мы знаем. Кто в качестве тела у нас будет выступать? Мы с вами говорили... В качестве тела, окей. Значит, мы говорили сейчас с вами об электризации трения. Да, значит, что такое электризация? Это когда у нас с тела заряжена частица, с одного тела переходит на другое тело. Кстати, оба тела, получается, заряжаются, да, только разноименным зарядом. Вот. То есть можно треть, можно просто прикоснуться. Естественно, что просто она будет меньше электризации. Можно зарядиться, зарядиться, зарядом, через влияние. То есть вот русская народная забава, шарик потереть, да, об волосы и прикоснуться. То есть мы подносим к потолку, он уже притягивается, например. То есть это через влияние электризации. И пробоем. Ну, например, в транспорте от шубы, там, да, стреляют зимой, не знаю, от металлических предметов и так далее. Так вот мы посмотрим некоторые виды электризации, забавные, которые можно, значит, продемонстрировать дома. Получить можно. Александр нам отключил часы. Правда, совсем отключились. По нолям. Да ничего, я, я, часы передо мной, я слежу. Главное, чтобы вам не мешало. Значит, а если вы помните, в прошлой передаче у нас была волшебная палочка, которая называлась эбонитовой. Эбонитовой, да. И стеклянная палочка. Мы нашли вообще отличный аналог, который есть вообще у всех дома. Это труба ПВХ. Да. Она отлично электризовывается. Никаких эбонитовых палок не надо. В сантехнических целях она используется. Так, Александр взял вот этот... Жестяная палочка. Алюминиевая. Или жестяная? Металлическая. Из-под газировки. Алюминиевая. Из-под газировки. Да, сейчас Александр... Палочку трет, как говорится. Вот часть трубы этой ПВХ трет. Что мы видим? Федя, что мы видим? Напиши, пожалуйста. То есть мы баночку не трогаем. То есть мы банка тянется к этой трубке ПВХ. Притягивается. И катается у нас. И катается по столу. По столу. Это как раз так электризация через влияние. Не за ниточку привязана. Никто ее не подталкивает. Вот вам Копперфилд, пожалуйста. Да, вот пожалуйста. Ну, соответственно, заряд теряется, да, и уже меньше мы видим. Так называемые. Стряхивается. Когда была программа с фокусниками, были тоже... Повторить сможем мы потом вне программы «Открывашка». То есть каждый из нас сможет это сделать? Конечно. Да, сейчас мы вас научим. Никакой магии в этом нет. А можно будет через себя электрическое перевести? Да. Отлично. Мы это сделаем, ты нам поможешь. На звонок. Так, давайте еще раз несколько слов, что мы сейчас, Марина, увидели, и примем звонок. Это доказательство того, что заряд есть. Заряд есть. И мы можем навести заряд даже не касаясь предметов. Это называется электризация через влияние. То есть с помощью электростатического поля от нашей палки мы индуцировали заряд на поверхности. Вот. И, значит, ну, допустим, у нас палочка заряжена, получается, отрицательным зарядом. Значит, с той стороны, где мы палку располагаем, оттуда, значит, от отрицательного заряда электрончики перебежали, хоп, на другую сторону банки. Вот, и она стала притягиваться к палке. Еще раз, ребята, слушатели Открывашки, вы можете дома повторить этот опыт. Что нужно? Во-первых, пустая алюминиевая банка. То есть газировка из нее уже выпита, да. Небольшой отрезок вот этой трубы ПВХ, да? Да. Шерстяная... Шерстяная это? Да, шерстяная тряпочка. Обязательно, да, шерстяная тряпочка. Ну, тут какая-то меховушка, искусственный мех. Буквально 5-10-15 секунд вы этой тряпочкой натираете эту трубу, затем ровная поверхность нужна, чтобы ничто не мешало банке кататься. И, собственно, тихонечко подводите эту трубу к баночке. Она притягивается, реально. Запоминайте, повторите. Можете прямо сегодня после Открывашки. Ну, а есть у нас звонок. Давайте примем, и у нас музыкальная пауза должна быть. Федя, принимай звонок. Привет. Алло. Как тебя зовут? Соня. А сколько тебе лет? Мне 10 лет. А в какой школе ты учишься? В 40-й. Ясно. Вопрос. Вопрос. Да. Ответ вернее. Да, точнее. Отвечай на вопрос. Мы тебя слушаем. При включении высокого напряжения на перьях птицы возникает статический электрический заряд. Все правильно, так как одноименные заряды отталкиваются. Более простым языком рассказать. Поэтому, значит, вот перья электризуются же, как одноименные заряды отталкиваются друг от друга, то есть перья, они просто как крылья ароматизуются. Автоматические, что ли? Да, да. Это все происходит магически, и она слетает просто. Неосознанно, но нет. Сонечка, ты молодец. Ух ты. Надо же, какой ответ. Какой приз ты хочешь? А какие есть? Ой, Соня, давай, мы тогда тебя сразу редактору нашему передаем. Да, там ты уже разберешься, что хочешь получить. Мы тебя в любом случае поздравляем. Удачное твое участие в электрической программе «Открывашка». Кстати, у нас сейчас будет музыкальная пауза. А можно тогда вопросы? Да, пусть, да, вопрос будет в перерыв. Кто придумал электрический стул как казнь? Какова была профессия этого человека? Вот я боялся этого вопроса, думал, будем задавать, ладно. Электрический стул, кто его придумал? Ну что, пока мы слушаем песню далекого 2006 года. Один из хитов того времени, танцевальная музыка в исполнении, по-моему, шведского проекта. Я думаю, что многие слышали эту песенку. Почему именно ее выбрали? Потому что называется она «Электрическая винюка». Давайте слушать и скоро продолжим. Это мы тоже вчера прибор придумали. Продолжаем. Сейчас разберемся, какой вы вчера придумали прибор. Мы сегодня говорим о статическом электричестве. То есть об электричестве, которое присуще и свойственно вообще всем телам, да? Которые есть на планете, которые окружают нас. В том числе и мы, люди, тоже носители определенного заряда. Да ведь? Да, конечно. Безусловно. И все это каким-то образом взаимодействует в природе. Каким образом именно? Мы сегодня выясняем, делимся секретами. Марина Толмачева, Александр Ирнезенко, наши дорогие физики из опорного университета нам все сегодня объясняют. Ну и ведем передачу. Сегодня мы вместе с Мишей Голиковым, Ульяной Панкратовой и Федей Рычков. Меня зовут Владимир Сметанин. Мы продолжаем. Ульяна, скажи, пожалуйста, про книжки. У тебя есть личные прям рекомендации. Заострей внимание для наших слушателей, которые будут звонить, отвечать. И именно вот эти книжки, возможно, выберут. Если нам позвонит какой-нибудь очень хороший мальчик, я посоветую Жюль Верн. Это «20 тысяч лье под водой». Очень, вообще, красочная книга. Мне она очень нравится просто по обложке. Краткое содержание здесь очень хорошее. Книжка была создана задолго до, собственно, начала программы «Открывашка» вообще в эфире. Это классика, что называется. Очень интересная книга, я читала. Для девочек какой-нибудь там до 11 лет, я бы сказала, Сью Бентли «Волшебный щенок» или «Чудеса с превращением». Книжка про щеночка, как она находила очень много друзей. Очень интересная книжка, я бы ее тоже посоветовала. И «Профиль без фото». Книга тоже очень интересная. Она, правда, с 12 лет. Тут про девочку, которая закончила 10 класс. И у нее началась как бы взрослая жизнь. Да не как бы, а началась. Ну, как бы, да, началась она. Началась прям. Мне очень понравилась эта книжка. Ты уже прочитала ее? Ну, я начала ее читать и остановилась уже где-то. Я не помню где, но я начала. Очень прикольная книжка. Хорошо, у нас есть звонок 211-101. Ужасный какой-то серьезный вопрос. Федя задал, кто придумал электрический стул. Ну, давай, разговаривай с нашим дозвонившимся. Здравствуй. Здравствуйте. Как тебе зовут? Рита. Рита. Рита, я узнал, да. А сколько тебе лет? Мне 14 лет, я учусь в 70-й школе. Да, Рита уже опытная участница. Ну, давай мы слушаем твой ответ на вопрос. Электрический стул изобрел Альфред Саутвик. Ну, изобрел ты его, да. А вот как идею, кто придумал? Именно придумал, а не стал им действовать. Ну, это тоже правильный ответ. Ну, хорошо, ты тогда дополнишь. Рита сейчас заполнил. Да, расскажу, это очень интересная история. Придумал электрический стул как казнь Томас Эдисон. Его профессия была донтистом. Он увидел, как человека ударило током, и он умер без всяких, ну, скажем так, без боли. Да, не, мгновенно, да. И сначально электрический стул Томас Эдисон посоветовал своим друзьям, которые занимались котоводством. Его использовали для, ну, электричество тогда использовали для того, чтобы ненужных животных, грубо говоря, убирать. Умерщвление старых, больных. А именно как электрический стул именно воплотил в жизнь эту идею. Вот тот человек, которого она назвала Рита. Рит, мы тебя поздравляем, безусловно. Спасибо. Давай сходу, что ты хочешь выбрать, либо редактору передаем тебя. Редактору. Хорошо, все, без проблем. Не клади, пожалуйста, трубку. Томас Эдисон, одно из самых известных имен, да, ведь? Да, да, да. С лампочкой, ну, с Эдричом тоже связан. Это ведь одни и те же люди, да? Один тот же человек, вот, про лампочку и идея. Нет? По-моему, не знаю. Нет, ну, просто я... Или тезки. Скорее всего, тезки. Ну, Эдисон, конечно, был помнит анти... Ладно, выясним, выясним. Просто у меня мысль возникла. Есть огромное количество ученых, которых мы превозносим, считаем, что вся их работа была ради людей, ради человечества. Томас Эдисон, на самом деле, в этой истории почти ничего не сделан. Просто подумал, что, а почему не сделать такую казнь? И все. И все. И сделал. О, как уж эти люди. Нет, теперь сделают другие. Пришло на ум, так делать ее. Ладно, продолжаем. Скоро будет еще один вопрос нашим слушателям, так что не спите. А можно вопрос задать нашим гостям? Гостям каждый, конечно. Почему вам нравится ваша профессия? Типа, что в ней увлекательное? Ну, профессия-то какая? Профессия же не электрика. И не забываем про сегодняшнюю тему, да, открываешь. В плане, чем вам нравится электричество? Почему это... Чем нравится электричество, да. Профессия-то у меня учитель, я преподаватель физики. Но она же связана с электричеством. Она связана с электричеством, конечно. Главная задача Марины, как профессионала, обучить, научить. Донести, причем донести во многом в занимательной форме. Поэтому вот нам очень нравится эксперимент. То есть мы, можно сказать, что мы электрики, как в древнее время называли, что мы приходим, но они не умели объяснять, а мы, в принципе, то, что показываем, мы объясняем. То есть это во взаимосвязи, несем светлое, разумное в массы. Вот, и прекрасное. Давайте посмотрим еще опыты. Давайте. Хорошо. Александр, Грандененко. Итак, значит, тут у нас есть такая конструкция. Значит, коробочка, в которой металлическая фольга помещена на дно. Обычная коробка, обычная фольга. Мы, чтобы она сильно не электризовалась, ее на скотч двусторонний приклеили, потому что она иначе поднимается от электризации. И, значит, вот прижали все на подставку. А еще подставка у нас пробки горковые. Это пробка, да? Неважно, да. Просто, чтобы у нас была там полость для проведения эксперимента. Значит, что мы делаем сейчас? Газетой натираем. Вот у нас есть стеклянная пластина, которую мы поместили прозрачная. Мы слышим, что Александр натирает. Обратите внимание, что палочку мы натирали меховушкой, да, а стекло мы натираем газетой, потому что разного знака заряда у нас получаются. И что мы видим? Так, берем шарики с фольги. Опа! Кинули мы на эту коробочку шарики, и он у нас начинает бегать от Александра. Бегать прямо. Александр ему не нравится. Он бегает от Александра, да? От его пальцев? От его руки? Да. Отталкивается? А все, потерял заряд. Или нет, еще есть немножко? Ну, в принципе, получается, что он отталкивается, по сути, это даже может не столько от Александра, сколько вот от фольги и вот от самой вот этой вот коробочки. То есть одноименный заряд наведен, и значит, он вот прыгает по коробочке. А почему... Вот чем не фокус, да? Ну да, а почему они в углы отлетают? Ну, как бы, в основном, в углы как-то отлетают. Это вообще с чем связано? Ну, вот Александр покинул, они отлетели в углу. Ну, потому что там есть край. Вот если ты обратишь внимание, да, в углах тут находятся пробки. И они, ну как, немного убирают это или наоборот сильнее притягивают? Ну, получается, что притягиваются. Притягиваются. Так. Так, еще интерпретация немножечко этого опыта. То есть сейчас мы сделаем еще одну фишечку. То есть возьмем побольше шариков, поместим их внутрь. Внутрь уже? Вот. Натрем... Стекло. Да. Это обычное стекло или оргстекло? Оргстекло. Оргстекло, так. Можно есть обычное, да. Просто оно хрупкое. С обычным тоже получится. А, ну да. Обычное стекло все-таки легче сломать. И края острые. Вау. То есть у нас здесь начинаются попрыгушки в этой коробочке. Они прыгают? Да, все шарики начинают. Они там еще и летают, как будто в невесомости они там еще успевают попарить. Да. Копперфилл с днем рождения. Так, еще раз рассказываю, ребят, слушатели. Обычная коробочка, например, из-под конфет, да? Обычная коробочка. Да, у нас из-под обуви тут крышка и коробки из-под обуви. Да. Устилаете дно этой коробочки фольгой, так, чтобы на края немножко заходило. По краям, то есть по углам. Прижать просто чем-нибудь, прижать и в качестве подставки, чтобы там была полость. По углам четыре, ну, пробочка, это пробка, да? Да, это пробка. Пробка, сверху вот как раз-таки кусочек стекла. И, собственно, можно проводить эти опыты. Стекло, напоминаю, надо натирать. Да, натираем его газетой. Газетой, да. А рабочий элемент это маленькие шарики из фольги. Ну, просто вот скомкали в виде шарика, да, фольгу, и вот все получается. А можно так с футбольным полем сделать? Чтобы от соперников мячики бегали. Нет, нельзя. Хороший вопрос. Слишком большая коробка нужна. Да. Так, давайте следующий вопрос нашим слушателям. Зададим 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Ульяна, ты задавала вопрос? Что-то я не припомню. Да, я... А, нет, я не задавала. Ну, я задавала. Как называют материалы с хорошей проводимостью тока и с плохой? Материалы, которые отлично проводят ток и которые вообще его... Или плохо проводят? Плохо проводят. А можно еще я задам вопрос? А глагол проводить, он тут ключевой? Я хочу просто... Нет? Для понимания. Ну, да. Да, есть там, есть. Хорошо. Да, пожалуйста, гостям Ульяна. Есть очень много художественных фильмов, в которых показывается, что после удара молнии или грозы или другого тока у людей появляются сверхъестественные способности. Ну, вот ваше личное мнение, правда ли это? Может быть, что-то с человеком? Вот есть какие-то фильмы, где перестают стареть, возможно, возвращаются в прошлое. Вот как ваше мнение вообще? Масса Филиппы действительно. Молния попадает, и человек получает какие-то способности сверхъестественные. Ну, насчет способностей вот прям вот таких, я, честно говоря, отношусь скептично к этому, ко всему. Ну, вот, конечно, в результате такого мощного разряда у нас может быть перестройка органов в организме. В любом случае большой ток, да, электричество, большая сила, это вред для человека. Причем смертельный вред, да? Да. То есть выполняется не очень? Изменения в организме все равно не будут. Не очень в это верите? Я скептично к этому отношусь. Мне кажется, что... Я читал недавно, что по одному человеку 7 раз ударила молния за его жизнь. Тоже читал такую дань. И с ним все в порядке, он живой. Да, и он живой. И у него такие огромные шрамы, как молния по всему спину. А я тогда вдогонку, Марина, хочу спросить, а как же вот эти процедуры медицинские, да, там, электрофорез или что-то, когда токи малых сил, ток малой силы, он, наоборот, благотворно влияет? Ну, благодаря просто таким процедурам мы лекарства передаем организму, доставляем лекарства, так скажем. Вот. Конечно, это полезно в каких-то определенных... Зачем же тогда иначе? Мы приручаем электричество. То есть мы используем его для таких благ, как освещение, электрические приборы и так далее. Конечно же, это используется в медицине. Вот это процедура электрофореза называется. Да, 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 да. Там всевозможные токи, магниты и так далее. Но раз мы об этом заговорили, я думаю, небесполезным будет произнести фразу, что перед применением надо проконсультироваться с врачом. Мы никому не рекомендуем сейчас этим заниматься. Миш, принимай звонок, у нас есть дозвонившийся. Привет. Привет. Как тебя зовут? Алина. Это Алина Синкина? Да. Да, привет, Алина, ведущая программы. Алина еще у нас выиграла книжку, она ответила про бабочек. Да, здорово, приятно, что ты нас сегодня слушаешь вместе с нами этим воскресным утром. Ну, давай, вопрос напомним и отвечай. Вопрос у нас... Как называются материалы с хорошей проводимостью тока и с плохой? С хорошими проводниками являются все металлы, растворы солей, кислоты и щелки. Правильно. С щелочью, щелочью, щелочью. А с плохой? Плохая проводниками. Пластик не является проводником. Кто? Пластик? Да. Простите, что? А вот можешь назвать вообще, как называешь все эти предметы, которые... Вот если обобщить, обобщить, да. Первое-то она назвала, она сказала, проводниками являются. То есть первый класс это проводники. Вот у меня больше на это как бы идет концентрация вопроса. Проводники, которые проводят, а которые плохо проводят или не проводят, как называются? Е-проводники. Да. Ну, может быть, есть такое? Я не знаю. Ну? Изоляторы? Изоляторы. Или диэлектрики еще. Да, вот эти диэлектрики как раз. Изоляторы, изолента, все, что сделано из резины, из пластика, это все не проводится. Есть резиновые коврики, такие перчатки резинового электриков, чтобы трогать спокойно тоже. Да, ну, в ракахах. По-моему, у нас, если я правильно помню, год назад была программа тоже про электричество. И нам далили плоскогубцы, которые не пропускают электричество. Почему меня не было на этой программе? У меня всегда не хватает плоскогубцев в хозяйстве. Куда-то все время они теряются. У меня они остались, мне пригодились. Пользуешься? Пользуешься. А, кстати, раз уж мы... Алина, потерпи чуть немножко. Раз уж мы там про резину заговорили, про сапоги. Это прикол такой, что когда шиндарахнет током, из сапог можно вылететь? Или это на самом деле происходит? Марина, точки зрения физики, это прикол такой? Ну, знаете, как-то вот в анекдотах там что-то рассказывают. Так, ударило током, что сапоги слетели. Если судить так, что птица пугается и слетает с провода, мне кажется, только если в этой связи, что он выпрыгивает. Нет, в любом случае же мышцы сокращаются. Поэтому вот здесь не то, чтобы я не отношусь скептически, что это, в принципе, чисто практически и теоретически это реально. Вот там ток, какой должен быть. Ну да, ну ладно, не будем затрагивать эту тему. В первую очередь, да, надо было напомнить с самого начала, что когда мы говорим об электричестве и когда работаем с электричеством, все-таки в первую очередь нужны меры безопасности. Конечно. Алина выберет приз? Да, конечно. Алина, ты... Не Алина. А, Алина, да, прости. Алина, ты хочешь, возможно, приглашение, книжки, или у нас вот есть чудесный набор открыток начала 19-20 веков в живопись? Ну, не знаю. Хорошо, давай мы тогда редактору тебе предложим. Давай мне книжку посоветую. Открытки? Открытки, Алина? Открытки выбираешь? Редактору или... Так, все, отлично, давай. Редактору, в любом случае мы тебя передаем, да, пожалуйста. Алина, есть еще книжка. Да. Так, продолжаем. У нас буквально 9-8 минут остается. Можно тогда задать два интересных вопроса. Нашим гостям слушали? Я думаю, что следующая серия. А может, мы продолжим немножко, а потом уже вопрос, да. Значит, покажем еще пару интересных опытов, которые можно дома сделать. Значит, берем просто обычную плоскость, гладенькую. Гладенькую, значит, ее обильно смачиваем мыльным раствором. Значит, берем мыльный раствор, надуваем пузырики на эту мыльную поверхность. Ну, это гладкая поверхность должна быть, чтобы мыльные пузыри там образовались без шероховатости, чтобы она... Да, причем она должна быть именно с мыльным раствором, чтобы... То есть помочить немножко мыльным раствором. Смазать, так скажем, чтобы скользили мыльные пузыри, чтобы они лучше и не лопались. Миш, подальше отсядь, вдруг там искры какие-нибудь посыпались. Опять натеряем эту палочку этой меховушкой. Что же мы видим? Ой-ой-ой. Ульяна, описывай, что же мы видим? Ну, коснулись просто. Когда мы подносим эту палочку, которую мы натерли, к пузырикам, они начинают приближаться к ней. Они вытягиваются в сторону палочки и начинают двигаться. Вот мы делали плоскость движения, так скажем. Вот для этого и нужен смазать мыльным раствором. То есть на самом деле мыльная жидкость, она очень хорошо электризуется. Не только твердые тела же электризуются. И так же наводится электрический заряд, и мыльный пузырь начинает притягиваться к палочке. Ну, раз они притягиваются, палочки и мыльный пузырь в другую группу, значит у них заряды отрицательные, да? Отрицательные заряды? Разноименные. Разноименные, да, разные в смысле заряды, да. Разные, разноименные заряды, они притягиваются друг к другу, да? То есть палочки и отрицательные заряды, мыльный пузырь со стороны палочки, как он наводится положительный заряд, а с противоположной стороны отрицательный. То есть электроны, которые вблизи палочек находятся, они убегают на противоположную сторону пузыря. Слушай, ответьте на детский вопрос. Как понять, какой заряд мы придали тому или иному телу, положительный или отрицательный? Ну, смотря, какие тела взаимодействуют. Определить мы можем по приборам. Только приборы нам подскажут, да? Да, да, да. Но вот мы точно знаем, что, допустим, стекло дает нам положительное электричество, а абонит отрицательное электричество. А это от чего зависит? От структуры материала это зависит или от чего? Да. Да? Да. То есть где-то есть свободные заряды, скажем, проводников, есть свободные электроны. И они могут переходить с одного тела на другое. В диэлектриках там заряд связанный, то есть на него помещаем мы электроны. О, какие машины у нас. Я первую машину помню. Машины в ход пошли. Так. А можно пока вопрос Марине задать? Да. Марина, я вот, ну, как поняла, вы очень хорошо связаны с электрикой. Как давно у вас последний раз с билотоком? Ну, как вот так. Ну, последний раз меня было током на прошлой передаче. Я самовольно билась током от электростатической машины. А вот если не самовольно, в какой ситуации, возможно, у вас было это? Нет, ну вот в результате статического электричества. Я так-то стараюсь соблюдать технику безопасности. В розетку ничего не засовываю. И оголенные провода не трогать. Да, поэтому только если щелкает вот от статических приборов. Кстати, еще пару слов нужно сказать, как избежать электричества помимо воды. Да, давайте вспомним. Да, посмотрим сначала. Давайте. Итак, что у нас появилось на столе? Давайте мы названия эти произнесем. Или сначала посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте. У нас специальный физический прибор на столе. Так. Мы раскрутили электрофорную машину. Электрофорная машина. Так. То есть шарик не может определиться, к какой пластине ему хочется пододвинуться. Он начинает между ними биться. Получается, мы крутим специальную машину, и тут есть две пластины. Между ними мы засовываем шарик с фольгой, который висит на ничке. Он начинает так к ним бегать. И получается, что... Только к одной пластине, только к другой. Это переменный ток, что ли? А вы, получается, рукой не трясете. Сейчас мы объясним. Да. Вот спасибо Ульяне. Ульяна сейчас хорошо описала, да, мы... Что происходило у нас. Но, к сожалению, там каждый из нас в быту не сможет повторить, потому что тут специальные нужны приборы. Я правильно назвал? Электрофорная машина. Да, это электрофорная машина. Она передает заряд на... Она передает заряд на... Ну, здесь вот у нас демонстрационный конденсатор. Конденсатор. То есть конденсатор имеет две окладки, да. Одну мы заряжаем положительно, а другую заряжается она отрицательно. Вот. И мы помещаем шарик, который не имеет изначально заряда. Это тоже из фольги. Он шарик из фольги. Помещаем на нити. Чтобы заряд у нас не стекал, видите, что вот эти стойки, они стеклянные. Да, чтобы избежать стекания заряда. Вот. И, соответственно, незаряженный шарик. Значит, конечно, что он мне не по центру находился, а все равно он изначально приблизился к какой-то пластине поближе, на более близкое расстояние, чем к другой пластине. И на нем, вот так же, как на банке алюминиевой, навелся заряд. Да, навелся заряд, он к пластине притянулся, значит, они обменялись зарядами. В результате, раз шарик принял такой же заряд по знаку, он отклонился от пластины, долетел до следующей, они там обменялись знаками. И вот такое колебательное движение будет повторяться, пока на пластинах конденсатора есть у нас заряды. Чем выше ток, тем колебаний больше будет? Или от чего зависит количество колебаний? Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Пока есть заряд. Пока есть заряд, нет. А можно спросить, а вот у вас на вот этой машинке, которая клецелась, есть, как я понимаю, бумажка? Она вообще для чего нужна? Бумажка нужна, чтобы процесс электризации у нас проходил интенсивнее. То есть, видишь, мы помещаем бумажку туда, чтобы соприкосновения было больше, площадь трения была больше. А вот фольга, она здесь, ну, в наших опытах заменяет золото, или я неправильно понимаю? Ну, раньше, да, была, нет. Просто раньше была золотая фольга, и вот где мы почитаем, везде фигурирует золотая фольга. А у нас золотой фольг... Золото считается лучшим проводником, да? Или это надо? Ну, золото хороший проводник, просто сейчас это дорого. Ну, понятно, что дорого, да. Вот, золото хорошее. А скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас увидели, вот это колебание шарика. Возможно, мы знаем, в быту какие-то приборы основаны на этом явлении, нет? Или часть? Какие? В чистом виде такого. Ну, вот это вот колебание, как маятника напоминает, не знаю. Ну, часы, ну, это как бы другой же. Мне кажется, что что-то, в том числе, вот на этом явлении основано, что-то такое. В быту сейчас в голову не приходит ничего. По поводу, давайте, вот, да, очень хочется поговорить по поводу того, как избежать электричества. Четыре минуты у нас остается, да. Как избежать статического электричества, кроме увлажнения? Как? Как? Как избежать? Какие соображения? То есть, смотрите, вот там прозвучал вопрос, стряхнуть себя заряд. Но мы не можем просто взять и стряхнуть себя электронами. Так, взять его. Да. Вот вопрос вот к вам. Зачем, скажем, у бензовозов есть цепь, которая достает до земли? Я вот, честно, когда тоже маленькая была, думала, что вот вообще, почему она волочится, что нужно ее поднять. Зачем? Ну, не только у бензовозов, вообще у автомобилей. Ну, не только, да, 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 но просто у бензовозов это опаснее. Если они перевозят горючее, то может остатическое электричество проскочить из края. Зачем бензовозу там снизу краями приварены цепи, и цепь волочится по дороге. А, ну что, ты уже практически озвучил. Земля, заземлить, чтобы статический заряд стекал в землю. Соответственно, что мы можем сделать? А мы можем, да, взять цепь и с собой сходить с цепью, например, чтобы не воздействовать. И не поваляться по земле, например. Есть вероятность возникновения искры, да, а искры это уже воспламенение паров бензина. Получается, если не будет этих штучек, то может взорваться что-нибудь, да? Если проскочит искра, и, например, мы перевозим горючее, то, конечно, может произойти и взрыв тоже. Самолет из этого однажды упал. Ну, я что-то не припомню, но не исключаю такую трагедию. Как еще статику снять? Ну, вот это самые вот такие способы. По земле поваляться уже сказали. Это нужно заземлиться. Ну, вот приборы, вот у нас все, мы же, когда устанавливаем там стиральную машину, электрическую плиту, везде проводится заземление. Это обязательно по технике безопасности, потому что на корпусе при работе прибора скапливается статический заряд, и он достаточно большой. А вот можно к вам вопрос? Ну, вот у девушек, скажем так, очень много всяких сережек, золота. То есть оно, наоборот, притягивает, получается, электричество. А цепи какие-то, они его отталкивают. А можно что-то с собой носить, чтобы, ну, не цель, как бы ты в сумку положишь, с ней пойдешь? Ну, даже мне в сумке нужно за собой по земле. Как себя по земли? Ты же так не пойдешь по улице, а тебе, ну, вот куда-то надо, можно что-то взять такое? Ну, что-то не цель. Нет, в сумочку ты ничего такого не изменил, чтобы у тебя именно в сумочку это все притягивалось. Да, кстати, хотел вспомнить, да, еще статика в быту, ну, все с компьютерами все дружите, да, и знаете прекрасно, что компьютеры нужно периодически чистить. Пыль тут всю убирать из системного блока, и в том числе сухой, влажной тряпочкой проходиться, это, опять же, снятие статики, чтобы компьютер работал. Есть такая штука. Да. А вот если, допустим, рыцарь раньше были в железных латах, если, допустим, получал разряд тока, то его сильнее было? Ну, когда во времена рыцарей, знаешь, как-то вот только... Ну, вдруг молния ударила. А вот, кстати, что такое электростатическая защита? Давайте. Сколько у нас есть времени? Минутка? Минутка у нас. Давайте вот сейчас об одном из самых главных поговорим, все-таки, как защититься. Да, что такое электростатическая защита? И вот, скажем, если мы находимся в самолете в грозу, да, попали в грозовой фронт, самолет же металлическая конструкция, то пассажиры внутри находятся в безопасности достаточно. Если высоко над землей, на высоте 10 тысяч метров, там все внизу происходит. От электричества. От электричества, да, от грозового электричества. То есть, в принципе, смотрите, мы говорили про проводники, да, и у проводников есть свободные заряды, в отличие от диэлектриков, и они на поверхности. То есть, получается, что внутри проводника заряда нет в электрическом поле. И если мы поместим какой-нибудь прибор, скажем, в металлическую коробку, она даже может быть не цельная, может быть металлическая сетка, то получается, что внутри электрического поля нет. Вот еще один фактор, то есть мы ходим в металлическом ящике, и все хорошо. И все хорошо, и нам, собственно, гроза, атмосферные вот эти процессы не страшны. Так, хочу я вас спросить, Федя, Ульяна, Миша. Кольчуга, ну да, вот, кстати, про рыцарь-то. Ну что, полезная сегодня передача? Очень. Во-первых, интересный опыт увидели. Наглядный. Да, и из всего вышесказанного и вышеувиденного давайте все-таки делаем вывод о том, что меры безопасности нужно соблюдать. Да, что есть все-таки вещества, простите, материалы, не проводящие итог, и, безусловно, ими нужно пользоваться при работе, собственно, с этими вещами. Спасибо большое за эту увлекательную программу, беседу нашу, Марину Толмачеву, Александру Ирнеденко. Очень надеемся, что мы будем встречаться еще раз, просто тем огромное количество, и, собственно, ваша работа такая интересная. Так что, всего доброго, это была программа «Открывашка». До свидания. Всем пока. Всем пока. Детская опознавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok